Здарова, братишки мужские и женские! Сегодня вспомним, или скорее даже помянем, блогеров, которые собственные же лопатые закопали свою карьеру. А все благодаря ЧСВ, жадности, запрещенным веществам, отсутствию творческого развития, ну и, конечно же, просто глупости. Как говорится, о мертвых либо хорошо, либо никак. Но тут, к сожалению, это правило соблюсти не получится. Ведь первым же на очереди у нас старина Арут. Арутюн Назарян, отчаянный продавец кивларовых бронежилетов. Я одену бронежилеты, говорю, если ты выстреливаешь, и я не умираю, ты купишь. Он зарядил калаш, выстрелил три раза, я сломал себе два ребра. Без двух ребер хвалить тебя стало, наверное, полегче. Арутюн у нас самый успешный криптоман в Рунете. И самый талантливый певец ртом, между прочим. Я был первым человеком, который привел крипту к селебам. А Лола Кек, не знаешь, кто зумером занес? Я сделал большое количество изменений, как и в индустрии, как и в музыке в самой, так и в крипте в самой. Но это еще не все. Арутюн еще самый умный ученик в школе. Я получал информацию через книги. Я съел всю библиотеку школьную. Учитывая его слог, не удивлюсь, если это он буквально. Потом съел всю районную библиотеку, а потом всю городскую. 149 место по математической олимпиаде кенгуру на районе. Все говорят, что я типа против обучения. Да, школа это хуйня. Если хотите, чтобы ваши дети были такими же рабами, как вы, отправляйте их в публичную школу. Тупые люди уверены, что они всегда правы. Тупые люди всегда уверены, что им больше не надо учиться, что они все знают. Я каждый день понимаю, что окей, тебе нужно вот это выучить. Тебе нужно, вот здесь ты еще не дотягиваешь. Этого ты не знаешь. Обладал ли я невероятными интеллектуальными навыками? Да. И что самое главное про Рута, он самый неугомонный пиздобол. У меня есть три человека, у которых я обучаюсь. Все обеспеченные люди. Один, Джереми. Это один из моих, наверное, я не буду говорить фамилию. Один из моих, наверное, главных учителей. Один, мой старший, его зовут Руслан. А третьего Рустем? Он КМС по боксу бизнесмен? У меня в моменте на кошельке было миллиард долларов. Миллиард долларов. Миллиард долларов. Миллиард долларов на кошельке. Миллиард долларов. Да господи, да. Это именно там, где единичка и девять ноликов. И еще знак доллара. Ты не врешь сейчас, Оруч. Нет, а что? Реально, миллиард долларов. Ну, конечно. Да хватит уже переспрашивать. А то создается впечатление, будто ты не веришь Оручуну. Я у многих спрашивала про тебя. В Москве, естественно. Те, кто меня знает или не знает? Знает. Основная характеристика была, что ты, прости, лютый пиздобол. Тогда они меня не знают. Тогда вопрос снимается. Ведь получается, что тебя вообще никто не знает. Я начал, естественно, учить английский язык. Мама наняла мне репетитора раз в неделю. Час раз в неделю. Через месяц я уже догнал всю школьную программу до третьего класса. К окончанию второй четверти я уже исправлял учителя. Больше всего популярности Арутюн получил, когда стал подсосом Моргенштерна. Хотя он говорит, что был чуть ли не наставником Алишера на путь истины. Как ты видишь, Морген сильно поменялся после того, как появился Bugatti Music. Он пришел в себя. Поэтому я думаю, что компания влияет. И моя компания... Ну, я, наверное, буду нескромно, когда скажу, что, наверное, все-таки я положительно повлиял на него. Тот почему-то все отрицает. Вот Арут сейчас ходит на всех интервью, говорит, что мы, мы, мы. Я там на Алишера хорошо влияю, мы там, то у нас дела. Никак с Арутом мы абсолютно не связаны. Никаких общих дел, тем и так далее нету у меня с этим человеком. Тут, вероятно, Моргенштерн п**дит. И Арутюн научил его главному своему ремеслу. Ведь первое правило п**дежного клуба... Что? Какой клуб? Не знаю. У меня миллиард крипты. Пойду придумаю английский язык. Вернусь поговорим. Но если все-таки вы спросите Арута, откуда же у него столько денег, то он вам ответит. Мой основной капитал, самый большой, пришел из крипты. Получается, твою бывшую звали Кристина Криптововна? Меня хейтят за то, что считают, что я многим обязан первой жене. И у нее, у отца ресторанная группа, да? Ее отец был одним из партнеров в группе ресторанов. Но если у людей будет хотя бы немного серого вещества, они посмотрят, что последние 15 лет данная ресторанная группа в судебных исках и в долгах. Это никогда не был суперприбыльный бизнес. Плюс ее отец уважаемый человек, но никогда не был супербогатый. Ну хорошо, тебе помогал даже не самый богатый человек. Но ведь это же еще хуже, нет? Ну ладно, Арутюн, извини, был неправ. Повелся на мнение большинства. Но, если попросить Арутюна доказать свои богатства, максимум, что он сможет вам ответить, то, что вы не Форбс. Арут Назарян может показать, прям конкретно пруфами, сколько у него есть денег, какое у него состояние? Вот мы разговаривали как раз таки на эту тему с Ксенией Анатольевной. Я тогда сказал, что кто здесь делает такие аудиты? Форбс? Форбс, свяжитесь со мной, я покажу все. Ну или хотя бы журнал 7 дней. Свяжитесь, пожалуйста. Если вы даже из журнала Мурзилки, напишите Христораде, просто поболтать хочется. А, еще по поводу богатства, он вам покажет свой фейковый кошелек, в котором он сам нарисовал какие-то там циферки. Это один из портфелей. Это твои деньги? Это мой портфель, мои деньги. То есть у тебя 8 миллионов 700 тысяч долларов? Только на этом портфеле, да? На данный момент. На самом деле это пиздец, потому что это приложение называется DropStab, на котором вы можете создать виртуальный счет на любую сумму. Вот, собственно, я создал такой счет, назвал его Арут Балабову, у меня там 6,5 миллиардов долларов. Самое интересное, что в этом приложении даже нет кошелька, на котором вы можете держать реальные деньги. Ну, конечно, грамотный инвестор пользуется качественными предложениями. Я вот все свои деньги в калькуляторе храню. А весь этот пафос с бешеными миллиардами оказался обычным прогревом к инфо-цыганскому проекту Академии Арута, где самый провозглашенный инфобарон... Ты себя считаешь инфобизнесменом? Я считаю себя инфобароном. ...термин инфо-цыгане заиграл новыми красками. Ведь теперь, как у настоящего табора, у них появился свой барон. Так вот, Арутюн собирался научить нас зарабатывать миллионы на крипте, искусственном интеллекте и прочих там вещах, в которых он сам, конечно же, не разбирается. И после этого у людей всегда возникает закономерный вопрос. Зачем? Если у тебя 8 миллионов долларов, зачем тебе брать за обучение? А вот это вопрос как раз-таки человека, который не занимается бизнесом. Только не говоришь, что потому, что хочется делиться с людьми информацией. Нет, конечно же, блядь, нет. Почему у тебя есть такой позыв учить людей тому, как стать успешным? Каждый человек, который начинает добиваться успехов в какой-то из сфер, у него появляется желание передать знания. Ну ничего страшного. Вот пиздился немножечко. С кем не бывает? Я продаю вход в академию, где говорится, как заработать деньги на крипте. И, видит бог, я доказал уже 500 тысяч раз свою экспертизу. Да-да, мы помним. У меня в моменте на кошельке было миллиард долларов. Биллиард долларов. Как бы ты себя сегодня оценил? Это вот твой нет, твое состояние сегодня. Как говорит интернет, 25-35? Ну вот так, да, примерно? Ну я думаю, что больше, но пусть будет 25-35. Мы тут с вами, конечно же, все понимаем, что Арутюн врет. Но представьте, а вдруг у него правда был миллиард долларов, а осталось 25 миллионов. То есть 2,5% от капитала. То есть он даже в собственном пиздеже неудачник. Остальное, наверное, просто на адамандевые ребра ушло. А то пиздят больно каждый раз продавать броники. Мне кажется, некоторые покупали их просто, чтобы пострелять в Аруто безнаказанно. Я вообще так считаю. Если ты ищешь бронежилет, то, во-первых, лучше не искать через Аруто, а воспользоваться Яндекс.Браузером, который поможет купить понравившийся товар в сплит всего за пару кликов. А во-вторых, займись своей жизнью. Боже ты мой, тебе нужен бронежилет. Ты же можешь купить вообще что угодно. Поэтому рекомендую скачать Яндекс.Браузер с удобными функциями для шоппинга. Ну, или если вы суровый мужик в майке, для рациональных покупок серьезных вещей. Извиняюсь. Просто по статистике каждого блогера смотрит хотя бы один суровый мужик в майке. И вот если это ты, то ты можешь купить годовой запас майк за раз. И не париться о гардеробе долгое время. А потом сказать друзьям, да, я своего рода тоже инвестор. По сути, Яндекс это твой бро, который в магазине тебе такое говорит. Вот это понравилось. Не парься, я все оплачу, потом отдашь. И про бро я не шутил. Потому что только настоящий друг не возьмет с тебя проценты и комиссию. Короче, всем советую обзавестись таким бро. А для этого переходи по ссылке в описании и скачивай Яндекс.Браузер. Если у Собчак Арут выглядел как маленький нервничающий мальчик, то в интервью у Амирана он все же решил вернуться к образу альфа-самца. Пи***ь не мешки ворочать, да? И пи***ь охуй. Ты не понимаешь, что мне вообще срать. Пускай думают, что у меня нет денег. А я для зрителей. А вдруг они подумают, что... А они могут идти нахуй с тем, что они думают. Окончательно закопавшись во вранье и растеряв малейшие крупицы доверия и лояльности аудитории, в конце концов, Арутюн решил последовать совету Моргенштерна на интервью в Писке. Знаешь, в чем, наверное, ошибка Арута главная? Когда он все потерял, он близким своим не сказал об этом. Он, короче, он нахуй нас тоже. Он тоже продолжал играть в миллионера перед нами, хотя мы все знали. Он признал, что теперь банкрот и начинает зарабатывать миллиард долларов с нуля. А мы с вами можем проследить за этой охуительной историей. Уважаемые подписчики, все, кто меня знает. Да, она мне неизвинительная водолазка, но так уж вышло. В 2022 году я стал банкротом. Я потерял все свои активы. Никаких разгонов, никаких платных каналов. Ничего из этого не будет. Хотите посмотреть, как я вернусь на Алимп? Вот телеграм-канал. Ну, или хотя бы кружочки пиздатые посмотрите. Мемы буду стараться польстить. Но как бы не так. Это же Арут. Он дышит наипаловом. В его телеграм-канале тут же появляется сообщение, что Моргенштерн-то его пожалел. Морген решил мне поддержать и скинул мне 10% от цеплая токена Арут. По-моему, это больше звучит как подъеб, чем помощь. И вроде бы Арут нам всем не рекомендовал покупать этот токен, ведь он скамерский. Но в то же время между делом уточняет, что она может и очень сильно скакануть. Поэтому покупайте. Он может упасть на 90%, а может подняться на 400%. Может у меня лазеры из глаз появятся, или я правду скажу. Всякое может быть. Мы же в квантовом мире. Покупать не рекомендую. Если хотите это делать, делайте только по фану. Пиздец. Видно, человек собрался на Олимп. Ну, а взял с собой мешок с говном вместо палатки. И два спиннера вместо снаряжения. И вообще, приехал на речку, а не к горе. Все же любят принимать инвестиционные решения по фану. Финальная глава какой-то отдельной истории о становлении меня как медиа личности. Называется главный лох в интернете. Да. И казалось бы, тебя разоблачили все, кому не лень. От репутации ничего не осталось. Сиди, перди и разводи двух последних мамонтов. И там, глядишь, про тебя забудут. Но так делают только лузеры и трусы. А Рут... Я трус. А Рут оказалось, что обиделся и затаил злобу на блогера Наукэпа. С кого и начались на других каналах ролики про Рута. И поскольку канал Наукэпа не настолько большой, то получается, данный автор просто идеальная жертва для Рутюна. И он начинает баловаться дианонами, угрозами Наукэпа и подсиранием его близким. И требует от Наукэпа то, чего потребовал бы любой Асхаптамайев. Извинений. Он полностью задианонил меня и начал требовать извинений. И если я не извинюсь, то якобы есть третьи лица, которые ничем не брезгуют. По итогу, не получив извинений, спустя две недели после назначенного дедлайна, на место работы моих родителей начали приходить обращения. Данные обращения, как выяснилось позже, начали приходить в МВД, в прокуратуру. В том числе, данные обращения, как выяснилось позже, поступали даже и на Рындыча. По месту моей прописки начали очень часто приходить сотрудники из разных отделов. В этот же период в мой бот анонимно начали поступать угрозы. Начали скидывать фотографии моего автомобиля с намеком, что что-то может произойти. Также начали писать, что меня отправят в армию, потом на СВО. На данный момент все перешло в плоскость судов. На меня подали два иска. Один из этих исков подала на меня жена Арутюна о том, что якобы я незаконно использовал торговую марку Арут. Второй иск подала компания, которая занимается обелением репутации в интернете. И как раз таки эта компания занималась подачей обращений на меня и на Рындыча в МВД и прокуратуру. И сериал под названием Арут продолжается уже на протяжении года. Короче, Арут походу откопал карточку Бинго по уничтожению своей карьеры в пух и прах. И закрыл успешно все пункты этой карточки, скажу я вам. Забыли, что такое свободный интернет? Артем Граф, герой нашего времени. Я конечно же не моралфак говорить вам о том, что телефоны вредят, читаете книжки, саморазвитие, хотя по факту так и есть. Именно так он хотел бы, чтобы его называли, но вместо этого стали называть почему-то самым тупым блогером. Ты знаешь, что такое истина в последней субстанции? Тем, вообще-то правильно, истина в последней квитанции. На первой странице я успешный такой, молодой и красивый, а на второй я ранешний. Друг, почитай книжки, пожалуйста. Все скупы на деньги. Знаешь, что я замечаю? Чем женщина старше, тем больше она скупа на деньги. Для начала я бы хоть слово выговорил, не знаю, погуглил бы значение. Ну согласитесь, всегда же особенно приятно, когда человек, который тебя поправляет, совершает 15 ошибок. Большая популярность свалилась на тем, когда он начал делать разоблачения на различных популярных блогеров. О качестве этих видео можете судить сами. Например, глянув самый популярный ролик про Ивангая. Ваня, если в какой дом прилетит ракета, то Украины не будет вообще, потому что ракета выглядит вот так. Ну это какие-то космические ракеты. Так ты сказал, ты сказал ракета. Есть разновидности, крылатая ракета. С графом нельзя на шашлыки ехать. Пишешь ему, возьми тарелки. Этот идиот приезжает с летающей. Нужно было и сказать, крылатая ракета. Если я скажу шарик, он будет просто шариком. А если я скажу синий шарик, то это будет уже не просто шарик, а будет синий шарик. Потому что свойства этого шарика поменяются, это очень важно. Цвет шарика, безусловно, очень важен. Особенно, если ты осел. Какого цвета он был? Синий шарик, это очень важно. В остальном же, Тема просто очень эмоционально кричит и обзывается. Ну, чтобы было убедительней. Чел, что с тобой стало? Ты настолько тупой или что, блядь? Я горю с этого. Я горю, когда человек передо мной тупой и не понимает. Ты лицемерная сука уебища. Хорошо, что он не следователь. Основные улики против подозреваемого. Он крысы ебучая. Жопа. И просто гнида из кадетства. Я замечу. Я никого не оскорбляю просто так. Есть у всего причинно-следственная связь. Дерево огромное растет из корней. Заметь. Заметь это. Эмм. Дерево. Корни. Ладно, заметили, Тем. Помимо этого, он еще раскручивал какой-то непонятный фейк, где он прыгнул с моста и типа сломал себе ноги. Которые потом еще за 10 дней срослись у него. Это вредно. Помнишь? Я хотел понять, как это? Когда куришь? Когда умираешь. Я нашел видео с других камер. По крику можете понять, что это снято одновременно. Почему ты не снял сам прыжок, поэтому тебе не верят, как по мне? Да потому что я не хотел ломать телефон, ты понимаешь? Я правильно понимаю? Он отдал телефон друзьям. Прыгнул. Они спустились. Отдали ему телефон обратно. И он опять начал снимать, да? Хорошо. Дай бог вам здоровья. Также на канале были популярны форматы, где Тема разоблачает современных глупых меркантильных девушек. Через переписки. Зачастую фейковые. Что уже наглядно показал в своем обзоре Амарал. Привет, а я бухая. Я просто бухая. Что я только что услышал. Классная голосовуха, взятая с сайта со сборником этих голосовухов. Привет, а я бухая. Я просто бухая. Сколь весишь. Ну по сленгу общения это реальная пацанка. 103. Них, ты толстый. Них? Тебе купить воды? Какой воды? Ты тупой? Да, Темыч, неприятно. Она все-таки догадалась. Короче, Аня, что я тебе хочу сказать. Я тебя разыграл, это был пранк. И я тебя обманул. На самом деле у меня в кошельке 3 рубля. Я бомж. Я очень толстый. У меня маленькая писька. И в принципе, я хочу тебе сказать то, что ты недостойна быть со мной. Потому что при всем этом всем, я все равно крутой. Да. Как говорится, жестко поставил на место меркантильную сучку. Был еще формат, где за Артемом Графом охотился его фанат в костюме клоуна. На протяжении 4 месяцев на меня охотился мой ярый фанат. ТОБЛЯТЬ! Время 3 часа ночи. И у меня сейчас под окном клоун с шариком. А, вот как он понял, что этот человек его фанат. Он как только видит пи***нутого человека, этот человек точно любит мое творчество. И ладно бы Тёма просто признал, что это все обычные развлекательные постановки. Но нет. Он по какой-то неведомой причине продолжал утверждать, что это все происходит по-настоящему. Ну вот что тут добавить, кроме... Эта голова, она огромная, большая и сложная. Но главное, проблема Артема Графа заключалась именно в позиционировании себя. Не понимая современную молодежь, я захожу в школу, вижу, как все игры отбрал старт, листают шорцы, тиктоки, какие-то новомодные слова. Я понимаю, что мне с ними неинтересно. Почему-то Тёмыч решил, что это будет круто. В 20 лет сидеть и изображать подъездную бабку, которая постоянно кукарекает на молодежь. Практически в каждом своем ролике он представал в образе начитанного интеллектуала, которому просто противно жить в современном мире глупых мещан. И все бы ничего. Но в этих же видео он постоянно выдавал вот подобные цитаты. Мы не сможем переубедить приемников консерватизма, постоянно про это говорят. Бьем сок. Знаешь почему? Потому что мы хотим пить. Ну короче, грядки опаливали, как это правильно называется? Все скупы на деньги. Я всегда стою на своем мнении. С самого детства у меня были конфликты со всеми. Я старался спорить с учителями, с родителями, с родственниками, с близкими, с кошками, с собаками. Спорил с собаками, дрался с воробьями. Короче, типичный Артём Граф. В итоге Тёма со своей смесью, через свои невежества, стал легким объектом для насмешек. И интернет просто переполнился обзорами на него. А просмотры на его собственном канале за короткий срок упали просто на дно. Сейчас он его, кстати, уже продал. Этот канал точно я продам в течение, может быть, трех месяцев. Телеграм-канал у меня уже продан. Зато теперь там контент попер в гору. Если мы зайдем, в общем, аналитику канала Данила Графа, то... Я честно охуел. Я честно охуел. Когда я его продавал, на нем было 675 тысяч подписчиков. Сейчас на нем уже 723 тысячи. И вот тут видите, да, рост такой. Это пи***ц. То есть, после продажи канала рост на 2200%. Поэтому давайте пожелаем Даниле Графу и его каналу успеха. И пойдем дальше. А следующий у нас на очередь – ребята из Немаки, которые в свое время могли закончить полностью чью-то карьеру всего лишь одним обзором. Тинькофф таскал их по судам. Оскопил все эти доставки у ребят Тинькоффа. Хожу свидетелем, у меня обыск теперь у меня, у бабули. Баста грозил физической расправой. Миша и Лёша, я предлагаю Лёху пустить в расход, чтобы он просто лежал в гипсе полтора года. А Миха ходил... Миха, да, это... А Миха его навещал. А Давидыч-то и вовсе колоссально нравственно страдал из-за них. Я колоссально нравственно страдаю! О их ситуации с Тинькоффом говорили, между прочим, даже на встрече с президентом. Вот недавно был такой вопиющий случай, когда ребята из Кемерово очень популярные в интернете высмели одного олигарха. И из Москвы в Кемерово прилетела опергруппа, которая вломилась к ним в дом. Хотелось бы, чтобы такие вопиющие случаи, как вот было сейчас с Кемерово, получили какую-то должную оценку. Да что тут президент? Немаги даже умудрилась организовать бой самим Доном Симоном. Хотя в том случае они скорее боролись не с ним, а с черными заклятиями его жены. Использовать магию против Немагии не очень честно. А что дальше? Использовать нож против Александра Пистолетова? Или кошелек против Собчак? Но спеллы жены Симона все-таки, суть по всему, сработали. И у Немагии начало рвать крышу от бабок. От рекламы обычно ни от какой не отказываемся. Все подряд рекламы. Любого бизнес-тренера можем отрекламировать. Вы что, потерялись что ли все? Где донаты, а? 900 человек смотрят, никто сотку скинуть не может что ли, а? Как овцы себя ведете? Хрен вам больше, а не гости, а? И они холопы чуть-чуть раздонатились, поэтому продолжаем. Мне нравится ваш темп, ублюдки. Нормально все. Давайте погнали. У Немагии был конфликт с борщом, и они там прорекламировали свои курсы по блогерству, по ютуберству. Это какой-то мой шанс. За 7 тысяч купил, короче, курс у Миши. Такое говнище было. И хоть какая-то народная любовь еще оставалась за пацанами, но все начало рушиться, когда кулинарному блогеру Борщу очень не понравилась откровенно халтурная реклама, которую он у них купил. Тогда Борщ сам снял обзор на Немагию, после которого их репутация по-настоящему пошатнулась. И вот подумайте, оно вообще всем это надо было? А? 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 Леша и Миша очень долго не выпускали обещанную ответку Борщу. А когда выпустили, аргументы оказались не настолько убедительными и не помогли вернуть репутацию народных любимцев. В конце концов, они пересрались и друг с другом, а тщеславие, жадность и запрещенка полностью разрушил их карьеру. Леха в итоге развелся с женой, с которой вместе сидел на котиках. И два раза отлежал Врехабе. Короче, когда я в Врехабе был, она от него ушла. Она-то вообще не трезвела, ну, долгий период времени. Так, получается, Миха был прав, что ты из-за нее упорываешься и что надо тебе с ней разбегаться. Ну, в каком-то смысле, в каком-то смысле. Ну, у этой же фразы разные смыслы могут быть. Мишаня же неожиданно ударился в религию. Я в своем познании жизни далеко зашел. И осознал, что мое тело не вечно молодое, а душа бессмертна. И о ее спасении нужно заботиться. Ты не насильничаешь ни над собой, ни над людьми, ни над животными. Вот почему я то же самое мясо не употребляю. Ахимса не носили. То есть ни словом, ни делом, ни матом. Причем богу он ищет иногда довольно в странных местах. Сейчас открываю мусорку. Выкинуть пакетик с мусором. Смотрите, что там. Куртка-то какая, а, лежит. Ну, это прям искушение, ребят. Я прям даже не знаю, как удержаться. Так, я ухожу от этой куртки. Я оставляю ее нетронутой. Почему половина елки только? Ну, потому что только пол елки нашли на мусорке. Другой половины елки на мусорке не было. Видимо, заклятие жены Дона Симона все-таки сработало. Просто не в буквальном смысле. И Миша упал. Просто чуть по-другому. Миша, упади. Миша, упади. Смотрите, что у меня есть. Кожаная курточка. Просто как дрогнула рука у кого-то. Выкинуть такое. Я знаю человечка. Вы знаете человечка, который бы, мне кажется, мимо такого экземпляра не ушел бы. Вот еще и башлык есть. Из совместных видео Немаги можно увидеть лишь совместные отрывки со стримов, где они срутся. Че хочешь? Че надо? Вот че тебе надо? Ты от меня хочешь? Я просто стримлю. Че ты приехал сюда и спектакль этот устроил? Нахера? А? Колеса привез. Я тебе говорю, давай сначала поделим биток и поделим камеру. А остальное подумаем. А ты почему в личной тогда встрече не предлагал биток поделить? Ты решил меня обсирать, не написав личное сообщение на стриме? Хочу, я обсираю. Ну а Леша вроде как слез с обзора солей и решил удариться в сольные обзоры. Однако до старых просмотров там очень далеко. Но виден прогресс. Если обзор на Ивлееву был херовенький, то обзор на Мишу сильно лучше. И, пожалуй, будем надеяться, что у Леши получится перезагрузить карьеру, пусть даже в соло-варианте. Потому что Миша, скорее всего, полностью ссыктанится. А за Леху будем держать кулачки. Чуваки, совсем не круха пошла. Андрей Нефедов. Некогда один из самых популярных блогеров Рунета. Ну что, сейчас мы плавно переходим к следующей номинации. Номинация, наверное, одна из самых авторитетных в нашем времени. Лучший видеоблогер. Этот человек Андрей Нефедов. Он перепробовал кучу разных форматов на своем пути. Начиная с бодлядского приставания к людям на улице. Смотрите, вы на фоне этой банки очень... Нет, банка красивее. Блин, Артем Граф считает, что молодежь смотрит тикток и поэтому деградирует. А ведь, получается, мы это смотрели. Надо, пожалуй, перед молодежью извиниться. Еще у него были попытки в Рео Уильяма Джонса. Где он обозревал смешные видосики из интернета. О, офигеть, бедный мужик. Я надеюсь, он не ушибся. Нельзя так смеяться над смертью людей. Хотя... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да ладно, вам это же фейк и постанова. Там внизу стоял сток сена. Однако, свой главный успех Андрюха получил на травле детей. В своем шоу Школа Блогера на Омском ТВ. Олдфак знает, что изначально канал Омское ТВ планировался для скетчей в стиле Омской Птицы. Собственно, с паблика Омская Птица. Слушайте, вы не поверите, какая мне параллель пришла сейчас. Не Федор, это Лев Против. Он тоже пробовал разные жанры видео, просто потому что хотел прославиться. Тоже не любит Хованского. И тоже прославился на том, что даёт детей. Он вторая половина Лев Против. Прав против. В этом шоу Нефёдов обозревал различные безобидные попытки детей видеоблогинг. Глумился над ними, а иногда и вовсе устраивал травлю. С помощью так называемой Омской армии, сформировавшейся из преданных подписчиков. Правда, как выяснилось, преданность была безответная. Ведь такого масштаба травля детей в интернете могла сулить уже самому Нефёдову уголовкой. Поэтому Нефёдов в какой-то момент просто сказал. Омская армия, армия петухов. Конечно, странное заявление, с учётом того, что он в этой армии генерал. И если вдруг, по какой-то причине у вас проснулась какая-то непонятная ностальгия по временам ШБ, то спешу вас предупредить. Пересматривать такое сейчас чревато. Можно передознуться кринжухой. Стоп, 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 не надо так близко. Зачем, зачем? Убери этот рот. Убери этот рот. Рот уберите. А то я сейчас туда хуйню засунул. И это не единичный случай. Ведь все выпуски ШБ окутаны каким-то непонятным вайбом педофильства. А полизать мою шишечку ты не хочешь, детка? Шлю. Я вду, если был педобиром. До сих пор удивляюсь, что это шоу выходило не где-то там в Даркнете, а просто на Ютубе. Поведению Нефёдова, конечно же, есть своё объяснение. Этот человек, он очень странный с психологической точки зрения. То есть он, ну, у него какая-то больная фантазия. То есть он постоянно какие-то бредовые истории сочиняет. Ему всё время кажется, что он в каких-то крутых заговорах участвует. Кроме того, у него очень-очень низкий уровень интеллектуальных способностей. То есть это прям, ну, грань близкая к слабоумию. Но я не шучу и не пытаюсь кого-то оскорбить. Сейчас же уже в интернете появляются интервью с детьми, на которых когда-то в своё время ещё Нефёдов делал обзоры. И глядя на них и на Нефёдова сейчас, становится понятно, кто на самом деле всё это время, как сказал бы сам Андрюха, болел чернодырем. Да-да-да-да-да, это ВК-клипы. Да-да-да, скупи. Ту-ту-ту-ту, да скупов ВК-клипы. Не пьёт, сошёл с ума. Возможно, да. Сейчас я стану популярным, снова хайпану. У-у-у-у-у-у. Е-е. Хм, что же мне это напоминает? Это же мой гриб. Чё, два? Ну я его ем. А есть шоу Староблогеры, где кто-то обозревает, какую хуйню снимали старые блогеры? А, это же буквально я получается. Мне на тот момент было 8 или 9 лет, если не ошибаюсь. Тогда он снимал только с матами, а это был один из первых выпусков без мата. Это просто мне повезло на самом деле, потому что там прям в других выпусках он очень жёстко отзывался о детях. Он мог просто так девочку шоу называть, который лет 13, наверное. Ну вот а что она в своём возрасте уже пытается себя проявлять творчески? Вот она хотя бы выглядит как безумный мужик в отчаянных попытках найти себя в интернете? Ну вот и всё. Сиди и не отсвечивай. В какой-то момент каналы Андрюхи по вполне очевидным причинам были заблокированы. Тогда Нефёдов попытался перезагрузить ШБ в более сдержанном стиле, без приколов а-ля Ха-ха, 12-летний мальчик, какой у тебя стольный рот. Нефёдович старый жирный ублюдок, издевается над людьми. Но это были в основном люди, которые не могли заглянуть в суть и вглубь этой программы. На этот раз мы не оставим никаких шансов воткнуть нам пальцы в колёса. Программа Школа Б будет сугубо конструктивной. Перезапуск шоу с новым, весьма оригинальным названием Школа Б выглядел уже уж очень уныло. И не нашёл почти никакого отклика у зрителя. Помимо этого у Нефёдова был не менее кринжовый лайв-канал. Из интересного, там в какой-то момент часто начала мелькать 13-летняя фанатка Нефёдова, Ира Белка. Я не знаю, как объяснить увиденное, кроме как тем, что злой волшебник переместил разум 12-летней косплеерши в тело продавщицы из Пятёрочки. Ну или тем, что это наш ремейк «Бедная и несчастная». К слову, именно благодаря ней Нефёдов впоследствии развёлся с женой. Правда, я не уверен, что по итогу Ира Белка прямо этим очень довольна. Ведь постепенно, из-за отсутствия хоть какого-то развития в контенте, просмотры Андрюши почти полностью испарились с каналов. Сами же каналы пришлось распродать. А с ними и дома, купленные во время былого успеха. И даже переехать жить к тёще. У нас тут суета, короче, сует вообще. Всё выводим, выносим. Коробки, покои. Первая очередь, вторая очередь. В первую очередь это, видимо, он упаковал свои педошутки. А во второй сугубо конструктив. Единственный раз, когда имени Фёдова в последнее время было на слуху, это тогда, когда он давал ложные показания против Хованского. Скажи, пожалуйста, что насчёт показания того, что стрим был в 2018 году? Как ты это можешь прокомментировать? Ну, я думаю, это надо не у меня спрашивать. Не у тебя? Подожди, кто показал? Не у меня. Ты давал эти показания или не давал? Ну, наверное, когда спрашиваю того, кто их давал. А, то есть ты не давал показания про стрим в 2018 году, правильно? Давайте другой вопрос. Следующий вопрос. Эх, порой нету более чёткого ответа, чем фраза «следующий вопрос». Но, как понимаете, на таком хайпе вряд ли карьеру реабилитируешь. Сейчас же Нефёдов с Ирой Белкой и с детьми живёт на съёмной квартире в Анапе. Здорово, продолжаем таксовать по Анапе, короче. Февраль здорового человека. Сейчас подвозил женщину, она так навоняла, честно говоря, на весь салон. До сих пор не могу выветрить. Прикиньте. А Ира Белка, кстати, тоже помогает семье, приторговывая своими нюцами на бусте. Ну что тут сказать? Удачи вам с новым семейным бизнесом. А мы пошли дальше. К обязательному участнику подобного топа. К его вишенке на торте. К человеку, который максимально тупо всё просрал. Как вы уже, наверное, догадались, старый добрый разоблачитель наёбочков. И по совместительству сам наёбочек. Миша Пограничник, который в своё время имел довольно авторитетное мнение в Рунете. Но, по иронии судьбы, сам попался на крупном разводилове с фондом Магафарова. И отмыться от этого у него не получится уже никогда. Уже вложился, я инвестировал деньги, я заработаю оттуда. И рассказал вам, вы заработаете. Тот самый момент, когда у пограничника случилось пограничное расстройство личности. Сколько ты заработал на фонде Гафаров и партнёров? Ну я имею в виду за рекламу, которую им сделал, в виде интервью. Пять миллионов. Ну, пять миллионов они мне дали сразу. И пять миллионов я оставил в фонде. Сколько у тебя в месяц выходило? Ну, типа пятьсот. Пятьсот тысяч? Да. То есть погранич за 10-месячную зарплату просто уничтожил себя. Даже не за годовую. Блин, если бы только он знал умножение. А вот вы потом ещё говорите, мне математика эта в жизни не пригодится. Причём Мишаня с самого начала понимал, что тема мутная. Может быть ты просто думал, что это такая новая схема, которая будет долго работать? Вот реально. Я думал, что, ну, будет работать. Ты понимал, что это на*** уже? Я понимал, что, блин, чё-то мутно, блин. Давай откровенно, Миша, прям, блин. Чё ты мутно? Я понимал, мутно. Не получилось, не фортануло. Понимал, что мутно. Ну, а когда речь зашла про 10 лямов, тема сразу стала кристально чистой и прозрачной. Действительно, Миша, за мутную штефу тебе не заплатит. Х-40 от твоего рекламного прайса. Он говорит, мы типа готовы рубль за просмотр платить. Я думаю... Один рубль за один просмотр? Да, я думаю, 300 тысяч рублей. Я думаю, ты вообще что, блядь. Он мне звонит и говорит, 2 миллиона. 2 миллиона мы готовим. Потом я такой думаю, б***ь, ну чё. Ну даже с моим менеджером, менеджером, какие 2 миллиона, ты чё, аху**ал? Я тебе говорю, на***алов. Я звоню Гафарову и говорю, 10 лямов. Вот это ты круто раскрутил его на бабке. Наверное, сейчас доволен результатом? Я просто хочу грустить в Мерседесе, а не в Тойоте. Ну сейчас, я думаю, Мишанька не отказался бы и в Тойоте погрустить. Да, для грусти ему сейчас и Солярис бы сошёл. Ведь машины все пришлось уже продать. Но, стоит напомнить, что Мишаня в скам-проектах был замечен ещё до начала карьеры разоблачителя. Он даже не додумался эти посты удалить с официальной странички ВК, будучи уже топ разоблачителем. Ну вы только посмотрите на него. Ну жених, ну жених. Который предлагает вам влашиться в пирамиду. Мои подписчики знают, что очень давно я был в НЛ. И я это никак не скрывал. В своё время я туда попал, немножечко позанимался. Он просто изначально при прохождении ветку злодея выбрал. А зря. Надо было Shadowheart мутить и спасти друидов вначале. А не скам-проекты рекламировать. Многократные оправдания ни к чему не привели. И хотя Мишаня продолжает разоблачать мошенников, никто это уже всерьёз воспринимать попросту не будет. Что доказывают и комментарии в стиле, что конкурентов гасишь. Карма в итоге настигла его не только в виде разрушенной карьеры в интернете, но и нахаловыми мошенниками самого пограничника на 10 миллионов. Опять. Сегодня я расскажу вам историю о том, как меня развели на 10 миллионов рублей. Блять, опять 10 миллионов. Я бы на его месте вообще бы отказался от этого числа. Всё, забыл. 9 миллионов, потом 11. И не участвовать в мутках с преступниками. Короче, такой расчёт. Я внимательно выслушал его предложение полностью и задал один единственный вопрос. А на чём зарабатываете? Мы инвестируем в криптопроекты на ранние стаги. Особенно смешно слушать, как погранцу промывали мозги. Мишаня, сейчас расскажу тебе одну историю. Когда-то раньше, когда это было легально, были у меня игровые автоматы. Я держал один район Москвы. И в один из дней меня похищают на улице, что только они со мной не делали. В машине меня душили пакетом и заставляли подписать бумаги. После чего меня отвезли в лес и заставили копать себе могилу. Пограничник, небось, слушая это всё такой... Еее, круто, прям как в бригаде. Перевожу бабки. После такой истории надо было бы сразу брать деньги и просто бежать, сломя голову. Но уже на тот момент во мне начинала зарождаться жадность. А ко всему прочему, уже давно зародилась ещё и глупость. А этот коктейльчик довольно ядерный. Плохие дяди могут и воспользоваться. Вот пограничник, карма тебя-то и догнала. Вот правильные слова. Только я не понял, почему в ироничном ключе. На самом деле, пограниц просто уникальный персонаж. Потому что в 99% случаях карьера блогера подходит к концу по его вине. Он там морально подсел, не справился с хейтом, перестал пилить контент. И так потихонечку загнулся. Но пограничник ещё год делал вид, что ничего не происходит. Делал контент, как и делал, на те же теме, в том же качестве и в том же графике. Но его именно что не простила его аудитория. Ну или просто после падения образа борца за всё хорошее против всего плохого и своего парня, аудитория стала замечать, что качество роликов пограничника за 6 лет на ютубе не изменилось ни на йоту. Он также снимает на всю ту же всратую камеру, что купил 6 лет назад. В тех же интерьерах, с теми же скетчами. Где он звонит кому-то из душа и вставляет всё те же вставки из фильмов Гаричи. У него никак не поменялась речь, вообще ничего не поменялось. Я именно поэтому только и продолжаю смотреть «Мишаню». Потому что это уникальный пример стагнации. Ну, которая ещё такую небольшую ностальгию, ну, конкретно во мне вызывает. Я реально больше не знаю ни одного такого блогера, который за 6 лет вообще не поменялся. Да даже какой-нибудь вилсиком. Ты открываешь ролик с 6-летней давности и видишь человека на 50 килограммов худее и моложе, серьёзно моложе. Мишаня даже внешне, сука, заморозился. Ни на йоту не постарел за 5 лет и не изменил ничего в контенте. Вы тоже сейчас испытали чувство дожавю? Реально, сука, я отвечаю, у него где-то есть портрет Дарьяна Грея. Ну вот, видите, хоть в чём-то можно за него порадоваться и не заканчивать ролик на грустной ноте. Ну, а на этом у меня всё. Не будьте такими, как герои моего ролика. Просто обязательно. Сейчас это особенно важно. Ставь лайк и пиши комментарий. Подписывайтесь на телегу. И давайте до скорого.